Венёвское отделение Венёвское отделение Венёвское отделение В области функционируют разнообразные формы поддержки И мне кажется очень важно К сожалению, то, с чем мы сталкиваемся То, что многие предприятия Руководители этих предприятий Не знают о этих новых формах поддержки Начиная от инвестиционного фонда Когда мы можем говорить о строительстве инфраструктуры И заканчивая уже тех норм поддержки Когда мы выделяем субсидии Когда мы даём льготы По налогу на имущество По налогу на прибыль Ну и самое важное, наверное Для подобного рода предприятий Это небольшое предприятие На большой объём зданий Здесь работает всего 20 человек То есть это малое предприятие Это форма государственных гарантий Которая у нас существует В нашем фонде поддержки малого и среднего бизнеса Нам необходимо производство Здесь, вы видите сами Идёт подготовка первичного материала И занято немного людей Для нас очень важно было бы Здесь размещение последующей уже фракции То есть это выращивание самих грибов Их сортировка, упаковка И уже транспортировка до потребителей Это большее количество рабочих мест И, соответственно, большее количество налогов Как региональный, так и местный бюджет Это то, в чем нас заинтересован Уважаемые жители, давайте начинаем тогда Задавать вопросы Я представляю, наверное, интересы всех Оставшихся негасифицированными По посёлку Мордвес А особенно по улице Привокзальная Там в основном живут Ну, как вам сказать Одни бабушки, старушки И совсем малоимущие люди Как бы помочь с этим вопросом? Идёт речь о проколе Через железную дорогу На которой необходимо получить согласование Российских железных дорог Вопрос серьёзный О возможности технического прокола Газопровода Для того, чтобы, так сказать Можно было полностью закольцевать И обеспечить газом Весь посёлок Мордвес Значит, до 1 мая И жителей проинформировать О результатах решения И сроках газификации Понятно, да? Хорошо Договорились Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!